Приезжаешь в Северодонец, к нему подходят бабушки и спрашивают, сынок, вы нас присоединили, вы нас освободили, от чего, скажите, от еды, от воды, от электричества, от чего вы нас освободили, вы скажите, а мне, нам стыдно, мы эту картошку раздаем, хочется быстрее, уже стыдно, кому-то это я, ну, в этом виноват лично. Спасителя хотели побить камнями, я православный человек, вот взяли камни, хотели побить, но было людей много, поэтому испугались, понимаете, вот есть такое понятие, вот сейчас даже 10 тысяч человек нету, ну, в Москве, ну, проживает 10 тысяч человек, которые поддерживают Игоря Ивановича Стрелкова. Давай посмотрим по-другому, может, по этому и живое, что даже вот это вы испугались, можно по-другому посмотреть. Скажу так, если бы испугались, он был бы по домашним арестам. Нет, не скажи, брат, может быть, Багловичук уже хуже быть. Огромная толпа могла вызвать совсем противоположную реакцию. Конечно, все ясно, добро. Вы знаете, здесь лучше в комментариях писать, я с вами полностью согласен, вот человек второй раз прилетел с Красноярска. Спасибо огромное. Ну, вот у меня ребята приехали, я с Владивостока сейчас прилетел, позавчера, вот мне перерывал. Но, действительно, есть слова замечательные, видимо, Кутузова, они актуальны. Чтобы спасти Россию, что нужно сделать? Понимаете, если каждый живет своим миром, а в 800 километрах отсюда идет война. Только голод, холод, интервенция разбудит наш народ, других вариантов нет. Ну, скорбно от этого ведь? Ну, это, ну, это наше, как всегда так происходит. Мне скорбно от этого, как человек, который постоянно в Донбассе находится, мне скорбно от этого, понимаете? А что делать? А что делать, брат? Вот так вот, другими, других лекарств для русского народа не придумано еще. Людей жалко, жалко людей. Жалко, но по-другому не получится, сам видишь. Только так. Вижу. Вот, мы идем к катастрофе с неумильными шагами. С неумильными шагами катастрофе идем. Поэтому, говорить что-либо тут, как говорится, много чего можно, да? Но самое главное, это когда надо готовиться. Смутное время уже наступило. Вот, если вы, многие говорят, оно, смутное время, может быть, нет, мы в нем уже с вами живем. Идет братоубийственная бойня, благодаря врагам они это организовали. Все. Игорь Иванович о ней предупреждал, он говорил об этом. Чем раньше мы должны были зайти, зашли бы в 2014 году до Киева, и вопрос был бы решен. Поэтому приезжаешь на Донбасс, а люди спрашивают, Луганский и Донецкий, а что же вы нас присоединили только в 2022 году-то? А что вам мешало в 2014 нас присоединить-то? И мне нечего им ответить. Приезжаешь в Северодонец, к нему подходят бабушки и спрашивают, сынок, вы нас присоединили, вы нас освободили. От чего, скажите? От еды, от воды, от электричества. От чего вы нас освободили? Вы скажите, а мне, нам стыдно. Мы эту картошку раздаем, хочется быстрее, уже стыдно. Кому-то это я, ну, в этом виноват лично.